Ветеранские дожинки, святочный концерт до дня пожилых и навыд флешмоб за делом людей поваженных взрослых. Завтра у столицы начинается отый день Добрыни и Паваи. Об этом сегодня нам поведомила старшиня комитета по праце занятости и социальной обороне насильництва Минхарваканкама Жанна Романович. По час святочного отыйдня у пяти районных территориальных центрах пройдут дни открытых дверей. Коптрапить на эти инши мероприемства, многие смогут скористаться послугами социального такси. Так само будет организована и бесплатная доставка сельхазпродукции из Кирмашоу. Нагадай в Минску проживают 460 тысяч пожилых людей, их 4,5 тысячи во взрослых больше за 90 годов. Из таких наиболее наших зон внимания остается все-таки создание условий для безопасного и комфортного проживания тех людей, которые более судьбой оказались в интернатных учреждениях. Вот с этой целью уже с 2015 года, с января, у нас реализуются новые виды социальных услуг. Это и социальная передышка, платное пребывание в наших стационарах. И, конечно же, деление открыто дневного пребывания для пожилых людей. До конца тыдня завершится набор на новый научный год в университете третьего взрослого. Для пожилых людей пропадают 4 специальности. Психология, социальная работа, замежная мова и информационная технология. В следующие селеты дипломы отримали около 2 тысячи человек. Продолжение следует...